Данные департамента статистики относительно количества людей, проживающих за чертой бедности, даже при беглом взгляде, шокируют. В Эстонии в прошлом году в относительной бедности проживало 22,5% и в абсолютной бедности 3,5% населения Эстонии. При этом, по сравнению с 2021 годом, доля населения, проживающего в относительной бедности, уменьшилась на 0,3% пункта. Но, похоже, не за счет того, что люди стали жить богаче. Просто доля населения, проживающего в условиях абсолютной бедности, увеличилась на 2,1%. Напомним, что понятие абсолютной бедности обозначает отсутствие достаточных ресурсов для обеспечения основных жизненных потребностей, в том числе и таких, как безопасная питьевая вода, продукты питания или санитарные условия. За этим стоит повышение цен и то, что прожиточный минимум вырос рекордно в 2022 году на 30%, так как прожиточный минимум состоит из стоимости минимальной продуктовой корзины, плюс расходами на жилье и стоимостью продовольственных товаров. И, как мы знаем, произошел рост цен. По сравнению с 2021 годом, когда прожиточный минимум был 234 евро, то в 2022 он уже составил 303 евро. Ужасает также и тот факт, что среди возрастных групп уровень абсолютной бедности в 2022 году, как и раньше, повысился более всего среди населения возрасте от 18 до 24 лет. Это означает, что в прошлом году каждый десятый молодой человек проживал в абсолютной бедности. Если молодой человек сразу после школы находит работу, то, соответственно, без опыта и без образования его доходы будут значительно ниже. Если мы будем говорить, что молодые люди живут с родителями, то, конечно, тут надо смотреть, какое финансовое положение у них. Если больше тех, кто находится без работы или не может работать, неактивные, например, по состоянию здоровья, то да. В этой группе молодых людей абсолютная бедность, действительно, очень сильно выросла. Помимо прожиточного пособия в 200 евро, которое государство выплачивает нуждающимся через самоуправление, Таллинн своими силами выплачивает также пособия, зависящие от дохода. Кроме того, есть помощь через продуктовый банк, есть и ряд других пособий, например, освобождение от платы за место в детском саду для семей, которые столкнулись с финансовыми сложностями. Но если говорить в общем, то сейчас очень трудно найти эксперта, который со 100% уверенностью мог бы сказать, что уровень людей, живущих в абсолютной бедности, пойдет на спад. Многие наверняка видели очереди людей, стоящих вечером за продуктами возле продуктового шкафа на центральном рынке. Упомянутые ранее продуктовый банк также нуждается в волонтерах и пожертвованиях больше, чем раньше. Бесплатные суповые кухни продолжают свою работу. Ну а предстоящее введение новых и увеличение старых налогов, урезание пособий и другие методы, которые внедряет нынешний кабинет министров, вряд ли поспособствует тому, что количество нуждающихся станет уменьшаться. Сергей Овченков, Роман Васильев, Новости Таллина.